ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме того, силовики бросают армейские подразделения на позиции ополчения сразу на нескольких направлениях. Танковая атака под Еленовкой и Докучаевском. Она отбита. Силовики пытались деблокировать дебальцевский котел ударом с севера безуспешно. Некоторые части прорывались из окружения, понесли потери. Сегодня штурмовали передовые укрепления вооруженных сил Луганской республики в районе города Счастье. Артиллерийские удары по городам и поселкам вдоль всей линии фронта. Наиболее интенсивные по Докучаевску, Донецку, Макеевке и Горловке. По периметру дебальцевского котла. Несмотря на это, ополченцы сжимают кольцо окружения. Боестолкновения идут возле населенных пунктов Калиновка и Каменка. На этих кадрах видно, как ополчение входит в Чернухино. Его заняли молниеносно. Идут бои внутри поселков Попасное, Троицкое в городе Светлодарске. В восточной части самого Дебальцева уже закрепились силы народных республик. В контактных боях ополчение берет верх. Военные, подчиненные Киеву, используют все имеющееся вооружение. Из Горловки сообщают, что по городу бьют из пушек американского производства. Есть доказательства. По поводу того, что вы видите здесь на столе. Их доставили из Горловки. От снаряда калибра 155 мм. Используется артиллерийским системами стран НАТО. Данные системы не стоят на вооружении украинской армии. Это специальный снаряд 155-го калибра и самоходной артиллерийской остановки М109А1. Американского производства. Это вещественные доказательства иностранной помощи. Такими боеприпасами украинские военные обстреливают Горловку. Это кусок снаряда от Гаубицы, килограммов 15. Вот здесь иностранная маркировка калибр 155 мм. Это снаряд от реактивной системы залпового огня 75-мм. Такие не производятся ни на Украине, нигде на постсоветском пространстве. Только в странах Североатлантического альянса. То есть это НАТОвские боеприпасы. Маховик войны раскручивается все сильнее. Украинская группировка в Дебальцево тает. Силовики вводят в бой все новые части на других участках фронта, неся значительные потери. Киев пытается сделать невыносимой жизнь в Донбассе и военными, и экономическими средствами. Через линию фронта почти невозможно провести даже продукты. И уничтожается промышленный потенциал региона. Две шахты, одна в Донецке, вторая в Макеевке. Сегодня были обстреляны. Больше 500 человек заблокированы под землей. Их с трудом удалось эвакуировать.